1 апреля в городе Скопине Рязанской области сотрудники регионального МВД и столичные оперативники задержали 5 человек, которых подозревают в сбытии оружия. Предполагается, что задержанные являются членами Кузинской ОПГ. Сотрудниками Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России совместно с коллегами из Рязанской области были задержаны пятеро подозреваемых в незаконной торговле оружием и боеприпасами. Заключительная часть операции прошла в Скопине, а продавцов оружия схватили с поличным при совершении сделки по продаже. Ими оказались жители Рязанской и Московской областей в возрасте от 37 до 52 лет. Задержание проводили жестко с применением табельного оружия. При задержании сказали, что за сбыт оружия в составе группы лиц. Денежные средства вам кто передавал? Он. Конкретно за оружие? Да, 350 тысяч. А с какой оружием? Ну, там, наверное, Калашников был. ПМ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков по месту жительства задержанных обнаружено и изъято 5 автоматов, 12 пистолетов, карабин, 9 граната, 900 граммов тротила и около 6 тысяч патронов различного калибра. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Рязанская область, пожалуй, своеобразный лидер по количеству организованных преступных группировок в российском масштабе. Аэропетовские, Слоны, Кузинские – группировки, которые наводили страх на всю страну. Их лидеры и активные участники либо были убиты, либо пропали без вести, либо получили солидные сроки, которые теперь подошли к концу. Вячеслав Кузин – лидер, как считало следствие, группировки Кузинские – вышел на свободу на исходе нулевых. Еще в 1993 году в Скопине он со своим сыном создал устойчивую вооруженную группу и руководил ею до 2001 года. Всего в состав группировки из Скопина входили 10 человек, в том числе жена Кузина Светлана и сын Эдуард. Им инкриминировались противоправные действия, в том числе по статьям убийства, покушения на убийство, бандитизм, вымогательство. По информации СМИ, в 2005 году главе Кузинской группировки Вячеславу Кузину назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также был оглашен судебный приговор другим членам банды из Скопина. Оглашение приговора состоялось в Рязанском областном суде 30 сентября. Светлане Кузиной было назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет, это сыну главаря Эдуарду Кузину 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Не миновало наказание и других членов банды. В доход государства пошло движимое и недвижимое имущество преступников. Спустя несколько месяцев после освобождения Кузина в Скопине был убит Сергей Ефременко, который когда-то являлся, по некоторым версиям, членом Кузинской ОПГ. Ефременко был единственным человеком, который проходил по делу Кузинских и остался живым и здоровым на свободу. Судя по всему, история продолжается.